Держи компьютер, как часто. Итак, пять минут. Хорошо. Добрый день. Меня зовут Кирилл Кирилл. Я представляю проект в 12.3 технологий. Проект называется Bitkarma. Система репутации на основе блокчейна. Собственно, существует глобальный рынок обмана. Всего лишь по данным одного писателя «Сила движения РФ» в России существует более 3 миллионов обманутых дождьевых. То есть это самые настоящие трагедии для более чем 3 миллионов семей. И это только один способ обмана, который строится на договорных отношениях. Вообще, рынок обмана существует. Трудно себе представить. Такие беды за этим стоят. В принципе, сейчас существует такой глобальный тренд с развитиями интернета. В М2.0, в принципе, развелись сервисы, которые позволяют людям взаимодействовать друг с другом, которые совершенно не знакомы. Первый раз знакомятся на площадке, ничего друг о друге не знают, но, тем не менее, они могут эффективно взаимодействовать друг с другом, совершать эффективные сделки и, собственно, не иметь проблем с тем, что происходит в этих отношениях. Но тут существуют определенные, скажем так, недостатки и ограничения. То есть репутация принадлежит сервису, а не человеку. То есть человек не может пользоваться этим своим капиталом, по сути дела, репутационным за рамками того сервиса, который он пользуется. Если сервис не предназначен для тех потребностей, которые нужны клиенту, то репутация ничем не может ему помочь. Мы занимаемся разработкой системы, репутационной системы на блокчейне. То есть это универсальная система, которая служит для любых форм договорных отношений. То есть это может быть услуги, работа по найму, долги, кредиты, партнерские отношения, может быть какие-то сделки, покупка недвижимости. То есть все, что угодно, с чем вы можете столкнуться, придя на рынок, покупая товар на Авито и так далее. Работает она, в принципе, по такому же принципу, как и сервисы, которые были на прежней странице. То есть люди встречаются где-то, заключают в электронном виде сделку, только потом они могут оставлять отзывы друг о друге на сервисе. Система эта не ограничена одной взятой платформой. То есть система с открытой архитектурой, она подобна платежным системам, которые могут быть встроены в любой интернет-магазин, также может встраиваться в любой сервис, которому требуется репутация. И также, собственно, интернет-магазин, если вы, допустим, не доверяете его репутации, то, собственно, он может повысить свою репутацию тем, что он установит себе возможность заключать сделки на своем сайте через один. Ну, соответственно, у нее есть все прелести блокчейна. То есть она децентрализована, у нее нет центра, соответственно, ее невозможно никого подкупить, чтобы там, допустим, какое-то мошедничество, невозможно западить. Практически невозможно уничтожить. Ну и такая вот приятная радость, перед ней все равно, просто не говорит исключительных прав. Основные принципы, на которых основана эта система, то есть регистрация в системе происходит исключительно через идентификацию личности, то есть она полностью, ну, там, за редкими, крайне редкими исключениями, она исключает возможность создания повторных учетных записей, то есть, что говорит о том, что одна репутация существует на всю жизнь. Вот, ну, вся система регистрации в отношении, если нет сделки, то никто не сможет со стороны зайти и использовать вам как-то репутацию, вот, ну, это про получение я уже сказал. Вот, все очень просто, то есть очень легко отследить, какова репутация, видеть с кем имеешь взаимоотношения и получить дополнительную гарантию. То есть человек, заключивший с вами сделку, ручается своей деловой репутацией за взятые на себя обязательства. То есть никому абсолютно невыгодно вести себя нечестно. То есть это система, которая стимулирует людей во всех договорных отношениях быть честными, ответственными, доброжелательными. Вот, ни в коем случае человек не захочет включать договор, какие-то скрытые пункты, чтобы кому-то обмануть, потому что всегда репутационные издержки будут дороже любой какой-то сомнительной люди. Спасибо всем за внимание. Ключевая праза. Аплодисменты. Репутация дороже денег. Уважаемые жюри, прошу вас, вопросы. Ну, собственно, самая система назначения, она еще не разработана, существует. А сервис централизованный, как прототип, где эта система реализована, универсальный дежурс. Сервис пока не захочет, еще партнеров и инвестиций растут. То есть есть централизованный, необходима децентрализация. То есть в вашем сервисе, возможно, только работа независимая по ухудшению. Накрутки позитивные, тысяча контрактов по 50 копеек, которые поднимут мой рейтинг, они вполне допустимы получаются. Да, я не знаю. Только негатив, как бы, то есть будет честный. Честный только негатив. Вот так скажу. Как сказать? Ну, негатив с другой стороны, то есть сколько бы ни было позитивных отзывов, есть еще чуть позитивных негативных. То есть всегда всех интересует опасность. Можно быстро отследить, кто оставил репутацию, по какому поводу, собственно, что произошло. То есть все видно. Основание, контракт, который был, и дальнейшие отзывы обоих сторон. А деньги откуда тут возьмутся? Деньги, собственно, сама система, я не вижу, как ее монетизировать, но в ее развитии, я вижу, могут быть заинтересованы множество разных сервисов, которые захотят ее интегрировать. Мы, собственно, хотим интегрировать ее в свой сервис и считаем, что это будет. То есть таким образом люди будут доверять нашему сервису, если вот эта система будет намного общения. Вот по меньшей мере, если ее будет кто-то использовать в других целях, мы будем только разные. Ясно, будем надеяться, что ее также будут развивать. Можно делать как децентрализованную компанию с предоставлением услуг, товаров и прочего. Мы надеемся, что это решит вообще вопрос мошенничества. Те проблемы, которые были, например, с недвижимостью, существуют до сих пор, но даже такие вещи делать будут не выгодны. Спасибо еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ